Приготовьте такую закуску и почувствуйте разницу, как это быстро и вкусно. Всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом приготовления очень вкусной закуски. Это будет форшмак, но форшмак необычный, а со вкусом всеми любимой селедки под шубой. Итак, какие продукты мне понадобятся для приготовления этой замечательной закуски? Малосольная селедка, отварные яйца, свекла, репчатый лук, немного майонеза и сливочное масло. Рецепт очень простой, как вы уже поняли. Это будет форшмак со свеклой. Для начала нам нужно измельчить селедку, лук и сливочное масло. Берем половину луковицы, режем на небольшие кусочки, чтобы легче было измельчать. Кладем в чашу блендера. Теперь селедку, также на небольшие кусочки. Филе уже чищенное, без костей. Также нарезаем сливочное масло. И укладываем сюда же. Все, подготовили. Осталось только измельчить. Вот и все. Паштет готов. Пока убираем в сторону, займемся свеклой и яйцами. Свеклу натираем на мелкой терке. Ну и яйца тоже. Конечно, можно измельчить все продукты блендером, но тогда получается не так вкусно, не такая консистенция. И свекла, если ее измельчать блендером, дает много влаги, сока и получится очень жидко. Когда мы натираем свеклу на терке, мы убираем лишнюю влагу. Мы ее отожмем после того, как натрем. Выкладываем в глубокую миску. Смотрите, мелкая структура будет в паштете. Это будет намного вкуснее. Осталось натереть свеклу. Так как у меня крупная свекла, половины будет достаточно. Отжимаем лишний сок, он нам не понадобится. Выкладываем. Осталось смешать все продукты и паштет готов. Выкладываем. Чтобы было удобнее, переложим в глубокую посуду. Добавим ложечку майонеза. И перемешиваем. Розовый форшмак. Возьмем кусочки поджаренного тостерного хлеба. Можно намазывать и пробовать. Смотрите, какой необычный цвет. Самое главное, очень вкусно. Ну что, пробуем? Это бомба. Очень быстро, кто хочет селедки под шубой, но не хочет заморачиваться. Приготовьте такую закуску и почувствуйте разницу. Как это быстро и вкусно. Даже я могу приготовить такую селедку под шубой. Форшмак получился на слабую. Форшмак получился на слабу. Пробуйте, готовьте. Угощайте своих друзей. И напишите, что у вас получилось и как вам понравилось или нет. А я с вами прощаюсь. Всем приятного аппетита. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok